Русская служба новостей Внутренних дел Роберт Киут провел совещание с руководителями подразделения госавтоинспекции. Сколько туристов встретили в Абхазии Новый год? Заполняемости объектов и посещаемости достопримечательных мест в начале 2024 года. Как избежать инфекционных заболеваний и что делать при первых же симптомах? Актуальный репортаж программы. О работе родильного отделения Галлской ЦРБ в материале наших коллег из Галмедиа. Редактор субтитров А.Семкин Делба и Кристиной Озган, руководителем аппарата правительства Давидом Сангулия, вымощником премьер-министра Дмитрием Шамбо. По итогам встречи премьер-министр поручил руководству правительства завершить работу по реализации принятых решений и подготовить исчерпывающую информацию к предстоящему совещанию президента республики. Ситуацию на дорогах республики в первые дни Нового года. Также результаты деятельности за 15 дней обсудили в Министерстве внутренних дел. Подробности в материале пресс-службы МВД. Министр внутренних дел Роберт Кьют провел отчетно-плановое совещание по вопросам обеспечения дорожной безопасности с руководителями подразделений госавтоинспекции. Доложила ситуация на дорогах республики за прошедшие праздничные дни начальнику ГАИ Валентин Трапш. С 1 января зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 4 человека и погибли двое. При этом, как отметил начальник ГАИ, за отчетный период было составлено 86 административных материалов в отношении лиц, управляющих автотранспортом в нетрезвом состоянии. С отчетами о результатах деятельности за 15 дней наступившего 2024 года выступили начальники отделов ГАИ территориальных органов внутренних дел. В столице в течение праздничных дней совершено наибольшее количество правонарушений в области дорожного движения, по которым составлено 487 протоколов. 27 водителей привлечены к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии. За прошедшие две недели в Сухуме не имели места ДТП с тяжкими последствиями, доложил начальник ГАИ столичного управления внутренних дел. Как отметил министр внутренних дел Роберт Киот, в целом отрицательно на качестве работы столичного ГАИ сказывается кадровый недокомплект. Курирующий работу госавтоинспекции заместитель министра Бесланчкаду отметил основные направления для решения данного вопроса. Все, что происходит в городе, это интегратор работы ГАИ в целом. Если в городе беспорядок, то, наверное, по всей красе у нас беспорядок. Значит, как делали ранее, я думаю, что, наверное, целесообразнее будет и сейчас так сделать. Сейчас спецзвод укомплектован, наверное, как никогда максимально людей достаточно. Может быть, часть отправлять ежедневно экипаж или два в город на усиление до тех пор, пока не будет изменена ситуация в городе. Глава МВД обозначил проблемные зоны и поручил усилить службу. Что касается организации работы по городу, я думаю, что это будет вполне нормально подготовить, Георгиевич, совместно планировать проекты, как экипажи будут распределены правильно, как будет проводиться работа, как будет налажено взаимодействие, под чьим руководством это будет происходить и кто ответственное лицо. В Гудаутском районе, согласно отчету начальника территориального подразделения ГАИ, имело место одно ДТП со смертельным исходом. Выявлено 151 нарушение правил дорожного движения, из которых 10 – управление автомобилем в нетрезвом состоянии. По Гудолуцкому району ситуацию нужно в корне менять. Как это сделать, я хотел бы услышать ваши конкретные предложения. Мы неоднократно говорили по акцентскому повороту. Проводили по этому поводу совещание с нашими дорожниками. До сих пор никаких решений там не принято. После нашего совещания сколько ДТП там произошло? Вот. Это что, не результат? Надо принимать какое-то решение. На других участках, где у нас особо опасные. Именно на территории Гудаутского района, как особо аварийного, министр внутренних дел поручил технической службе ведомства начать установку новых камер автофиксации нарушений ПДД. В Гагарском районе выявлено 471 нарушение правил дорожного движения. Шесть водителей пребывали в нетрезвом состоянии. Как доложил руководитель службы ГАИ районного управления внутренних дел, имели место три дорожно-транспортных происшествия с тяжкими последствиями. Один человек погиб и двое получили травмы. Также по итогам проведенных служебных проверок в отношении ряда сотрудников Гагарской косавтоинспекции доложил руководству начальник управления собственной безопасности МВД. В частности, выявление фактов неправомерных взысканий денежных средств с водителей иностранных транспортных средств. По самой строгости буду наказывать всех тех, кто этим занимается. Никаких дисциплинарных взысканий плод до возбуждения уголовных дел. Если вы не подчиняете своему руководству или отказываетесь выполнять приказы, то так и скажите, что мы не готовы выполнять ваши приказы. Но если вы согласны с этим, тогда не надо нарушать тот порядок, который установлен. Но я жду результата. Самого жесткого результата. Отдельные указания министрам даны по работе контрольного пункта милиции Мюсера в части несения службы и показатели выявления правонарушений. В Сухомском районе за прошедшие выходные дни, как доложил начальник отдела ГАИ, выявлено 304 нарушения правил дорожного движения. Привлечены к административной ответственности 10 водителей, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии. Имело место одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое граждан. В восточной части республики, согласно отчетам руководителей подразделений территориальных отделов ГАИ дорожных происшествий с тяжкими последствиями, не зафиксировано. В Гулырыбшском районе выявлено 93 факта нарушений правил дорожного движения и один водитель в нетрезвом состоянии. В Очемчерском районе сотрудники ГАИ оформили 259 административных протоколов, в том числе 8 за управление транспортом в состоянии опьянения. 122 нарушения правил дорожного движения выявлено в Галском районе и 53 в Ткуарчалском. В ходе совещания отдельные вопросы были поставлены по организации работы с кадрами подразделения госавтоинспекции и функциональных обязанностях начальствующего состава. Для того, чтобы сегодня что-то сделать, чего-то достичь, нужно работать. Личными деловыми качествами показать, что ты способен управлять. В конце концов, мы считаем результаты. И по результатам будем судить. Министр внутренних дел Роберт Кют особо жестко определил требования к проведению воспитательной работы с личным составом управления ГАИ. В первую очередь, направленную на то, чтобы наши сотрудники не нарушали правила дорожного движения, сами же не создавали аварийные ситуации. Если хотя бы раз я услышу о том, что в этом участке было совершено нарушение правил дорожного движения со стороны какого-либо экипажа, этот экипаж будет наказан полностью. Вместе с водителем и всех, кто там будут присутствовать. Далее в ходе совещания отдельные вопросы были поставлены по организации работы в сфере административной практики. В связи с полным переходом на обновленное программное обеспечение ведомственных систем, в частности автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, руководством МВД определена дислокация личного состава с целью усиления уже действующих стационарных постов ДПС и открывающихся, а впоследствии мобильных, так называемых, рубежей контроля. Данные меры приняты для расширения возможности уведомления граждан о совершенных правонарушениях в области дорожного движения и применения мер административного взыскания. Национальный совет Карачаево-Черкесской общественной организации «Абаза» по защите прав и интересов абазинского народа осудил поступок Назара Карданова, совершенного в ночь с 14 на 15 января в парке Славы в Сухуме. Назар Карданов заехал на территорию братской могилы на автомобиле и повредил лестницу. Совет «Абаза» считает этот поступок позорным и не имеющим ничего общего с абазинским народом и его искренним отношением к Абхазии. Общественная палата Абхазии также выразила возмущение вопиющим фактам о сквернении воинских захоронений и мемориалов в парке Славы в Сухуме. Общественная палата обращается к министру внутренних дел с просьбой принять соответствующие меры с целью недопущения подобных инцидентов впредь. Как сообщает пресс-служба МВД, старший лейтенант Назар Карданов уволен из органов внутренних дел. Приказ об увольнении подписан 17 января министром внутренних дел Робертом Киут. Продолжаем выпуск. В этом году загрузка отелей в период новогодних праздников в среднем составила от 47 до 75%, а во многих объектах заполняемость была почти стопроцентной. С каждым годом география наших гостей расширяется. А для кого-то приезжать в Абхазию в Новый год стало семейной традицией. Как начался 2024 год для республики в туристической сфере, расскажет Гугуца в Ардане. Традиционно встретить Новый год в стране души приезжают сотни туристов. И 2024 не стал исключением. Едут с семьями в новогодние праздники. Нас посетили гости из Санкт-Петербурга, Сибири, Урала, Башкортостана, Беларуси. По словам специалистов Министерства туризма, в среднем количество бронирований на новогодний период увеличилось в 3,5 раза в сравнении с предыдущими годами. О росте спроса сообщили представители гентуриста, а также туроператоры Алиян. В топе отели, работающие круглогодично с предоставлением питания и дополнительных услуг, спа, медицинское обслуживание, бассейн, новогодняя программа. Например, в Гагарском гранд-отеле Абхазия была стопроцентная заполняемость. Номерной фонд гостиницы Гранд-отель Абхазия занимает около 317 номеров. На новогодние праздники у нас было около 1300 человек. Это практически стопроцентная заполняемость. В прошлом году было немного меньше людей, но в этом году у нас отель был практически полный. В Министерстве туризма подчеркнули, что столь активный спрос на новогодние туры в Абхазию стал возможен благодаря увеличению количества отелей, предоставляющих весь комплекс услуг и обладающих развитой инфраструктурой. Как отмечают в компании «Алиан», высокая доля туристов, возвращающихся в отели, в которых уже отдохнули летом. Их привлекает сервис, ведь они уже успели его оценить. Мы очень часто работали над добавлением различных интересов для туристов наших, которые приезжают к нам. Мы сделали флору именно в отеле развлекательную, максимально удобную для туристов, чтобы они знали, куда они могут идти. Имеется, конечно, у нас зимний бассейн, он работает и летом, у него температура нагревается до 25 градусов, также он работает у нас зимой, зимой у нас тоже он нагревается. Очень много позитивных отзывов у нас было, очень много людей. До 10-го числа отель был практически у нас полный. В общем, по информации Минтуризма, загрузка отелей в период новогодних праздников в среднем составила от 47 до 75 процентов. Во многих объектах были достигнуты значения 90 и 100 процентов. На Новый год у нас всего 14 номеров, и у нас была стопроцентная заполняемость. Конечно, большинство уже уехали, уже новые гости, и, естественно, мало людей сейчас. А вот по сравнению с прошлым годом, в этом году больше или немножечко меньше? Можем сказать прямо одинаково. В прошлом году и в этом году у нас всегда есть люди. Дом отдыха Челюскинцев 168 номеров. 28 декабря по 7 января дом отдыха Челюскинцев был заполнен на 80 процентов. В сравнении с прошлым годом показатели намного лучше. В курортно-оздоровительном комплексе «Страна души» отдохнули более 200 человек. Это место среди гостей стало одним из самых излюбленных. На отдых сюда приезжают не только из северных регионов России, но даже из соседнего теплого Сочи. Ростов обязательно, Краснодар, Сочи. Из Сочи приезжают. Вот даже сейчас люди у нас проживают из Сочи. Семейная пара. Нравится тоже. Люди, кстати, некоторые купались, когда было солнце. Мы выставляли им жезлонги, они купались и очень даже были довольны. По словам специалистов, туристов радует не только сервис, но и приятные цены в зимний период. Новогодний тур в Абхазию на пять ночей на двоих в отель «4 звезды» с завтраком обошелся в среднем в 50-60 тысяч рублей, без учета расходов на трансфер. По-прежнему с самыми посещаемыми местами стали Новоафонская пещера и Рицинский национальный реликтовый парк, который с начала года радует яркими зимними красками. Объем финансовых поступлений за проданные билеты на Рицу составил около 7 миллионов рублей. С первой по шестнадцатой включительно мы приняли 10 тысяч 900, ну 11 тысяч туристов. Если сравнивать с прошлым годом? Аналогично. Такие же цифры. Конечно, новогодний период прошел, праздничные дни прошли, сейчас цифры уменьшаются. От 150 до 200 человек ежедневно принимаем. Красоту национального заповедника в это время не описать. Ее нужно увидеть, говорят гости нашей республики. А самое главное в путешествии в зимнюю сказку по горным склонам – безопасность. И сотрудники национального парка стараются ее обеспечить. Для этого приобретена новая техника. На участках дежурят инспекторы, которые следят, чтобы вещи гостей были в целости и сохранности. За весь прошлый год, 23-й, один такой был случай, что обокрали туриста, разбили ему форточку или лобовое стекло, не помню, залезли в машину. Был один случай всего лишь за весь 23-й год. А за 16 дней нового года таких случаев и не было, я думаю, и быть не могло, потому что все под контролем. Во-первых, видеокамеры работают, во-вторых, инспекторы там на месте, круглосуточно дежурят, обходы делают, и поэтому все в норме. Дорога была вычищена вовремя, все службы были приведены. Готовность номер один – круглосуточно вычищался снег, отсыпался песок. У нас песок заранее был заскладирован, он и сейчас лежит там. В случае необходимости отсыпается песок при гололёде, в случае необходимости снегоуборочник убирает снег. Был один случай, но, слава богу, все живы-здоровы. Машина ушла в речку по непонятным причинам. Мне кажется, тут скоростной режим повлиял, молодые ребята. Но, слава богу, все живы-здоровы. В общем, дорога к самому озеру открыта, чего не скажешь об Аватхаре. Снег там достигает почти двух метров, поэтому в целях безопасности маршрут туда закрыт. На дежурстве находятся только сотрудники парка. Ближе к весне, конечно, мы откроем и расчистим дорогу. А сейчас лагбаум опущен для всех – и для туристов, и для местных граждан. Это связано исключительно с безопасностью, потому что там лавинных мест немало. Могут произойти трагичные случаи, поэтому дорога закрыта на Аватхару. А до Рицы, пожалуйста, любой транспорт только на зимней резине. В Новоафонской пещере, по словам сотрудников объекта, на новогодние праздники было больше людей, чем за аналогичный период прошлого года. С 1 января по 16 января Новоафонскую пещеру посетило 7832 человека. В прошлом году пещеру посетило 7212 человек. Но если брать по деньгам, то сумма за 2024 год с 1 января по 16 – 5 482 000 рублей. Конечно, после новогодних праздников количество туристов в республике уменьшилось. Многие уехали, но они с нетерпением ждут встречи со страной души. Гугуца Вардания, Сария Кварацхели, Алексея Гухава, Михаил Вратухин, Абхазское телевидение. По итогам прошлого года в бюджет Абхазии поступило более 5 миллиардов рублей налоговых платежей при плане более чем в 4 миллиарда. Выполнение прогнозных показателей составило 121%. Динамика поступления по сравнению с 2022 годом составила 122% или 933,5 миллионов рублей. План перевыполнен во всех районах Абхазии, кроме Чемчирского. Наиболее высокий показатель у Сухумского района – 153%. С наступлением холодов участились случаи заболевания гриппом и Оильвии. Кроме того, выявлены случаи заболевания COVID-19. Детей среди заболевших нет. О том, как избежать инфекционных заболеваний и что делать при первых же симптомах, в репортаже Алики Трапш. С наступлением осенне-зимнего периода жители нашей страны все чаще начинают страдать от острых респираторных заболеваний и вирусов гриппа. Особенно часто этими заболеваниями болеют дети и взрослые с ослабленным иммунитетом. При недостаточном внимании к своему здоровью ОРВИ и грипп могут осложниться и привести к непоправимым последствиям. С начала нового года в республиканскую детскую больницу обратилось 230 пациентов. Из них на стационарном лечении находится 69 детей, 44 в хирургическом отделении, это различные травмы, острые хирургические патологии, гнойники, ожоги. И 25 больных детишек в педиатрическом отделении, это заболевания в рунхолегочной системе, инфекции мочевых путей и так далее. По словам главврача Республиканской детской больницы, за последние годы наблюдается тенденция увеличения амбулаторных больных и течение заболеваний проходит сложнее. К примеру, детский коклюш. С начала года уже у 70 детей выявлен коклюш и в основном все больные были не вакцинированы. Особенно опасны дети до года, которые начинают давать репризы, апноэ. Это страшная картина. И справиться с такими детишками, конечно, мы в республике самостоятельно не можем. Инфекционные больные, которые требуют реанимационного отделения, иногда и на ИВЛ могут такие дети поступать. Поэтому приходится их вывозить, таких детей. Ковид у нас тесты, слава богу, есть. Сационарных мы всех тестируем при поступлении больных. 5 человек только из протестированных. Ковид положительный. Основное это вот грипп. Сейчас идет прям вот большое количество. Из протестированных это вот 210 человек. Там большая часть гриппа, 120-90 грипп. Это вот то, что тест положительный. Грипп прямо за 200 выходит большое количество. И плюс семейная анамнеза, когда приходят, они уже активно жалуются, что всей семьей начинается там боль горли, высокая лихорадка несколько дней, тяжело сбивающаяся. Что касается взрослого населения, они также болеют гриппом и ОРВИ. Как сообщили в первой городской поликлинике за минувшие праздничные дни, количество обратившихся пациентов не возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выявленных ковид-пациентов тоже мало. Ну, с ОРЗ очень многие приходили. Другие приходили просто, чтобы их или послушали, или просто посмотрели. Потому что вы же знаете, что у нас такие дни были, что гастритов тоже очень много. Правильно же. Есть такие случаи, но их не так много. Но они с температурой идут, с высокой температурой идут. Очень какой-то непонятный такой, не совсем мокрый кашель начинается. Причем такой типа лающего что ли бывает. Но здесь надо различать. У нас же сейчас еще и коклюш появился. И взрослые болеют коклюшем. Так что вот так вот. Ну вот если взять нашу поликлинику, ну за день 10 человек, 9-10 человек с ОРЗ приходят. Ну это не только ко мне, я имею ввиду 10 человек. 10-12 ко всем терапевтам. Ну опять-таки по-разному. Понимаете, у кого это легко? Все зависит от иммунитета. Вот те, которые вакцинировались, они не приходят. Грипп – гость хоть и незваный, но привычный. Мы сталкиваемся с этим далеко не безобидным заболеванием почти ежегодно. По мнению специалистов, лучшей защитой от вирусов является противогриппозная вакцина, которую необходимо делать ежегодно и своевременно. Также врачи рекомендуют избегать мест массового скопления людей, чаще мыть руки с мылом. Специалисты призывают не поддаваться панике, не запускать болезнь и следовать назначениям врача. Алика Травшрама Камки, Абхазское телевидение. В родильном отделении Галтской ЦРБ с начала Нового года родилось четверо малышей. Все мамы и дети здоровы. По сравнению с предыдущими годами здесь наблюдается уменьшение рождаемости. О работе родильного отделения в материале наших коллег из Галмедиа. С начала 2024 года сегодня здесь выписывают уже четвертого ребенка. Это девочка Вероника Чантурия. Весом 4 килограмма, ростом 51 сантиметр. Кстати, пока шла съемка, врачи-акушеры приняли роды еще у двух рожениц. Роженица поступила к нам 12 числа. Это третий роды. Срочные. От планового кессирового сечения. Девочка родилась в нормальном состоянии. У ребеночка все хорошо. Мама отлично себя чувствует. Четвертого числа тоже кессировое сечение было. Чкадуапшилава 383 был. 51 сантиметр. По словам заведующей родильного отделения Центральной районной больницы Наны Колбаев, в прошлом году родилось больше детей, чем за аналогичный период позапрошлого года. Но если брать статистику, за последние десятилетия рождаемость стала падать. И связано это в первую очередь с миграцией населения. Родильное отделение функционирует в ЦРБ города Галл с самого открытия уже более 28 лет. Есть тенденция в общем чуть-чуть повышению родов, но по сравнению с предыдущими годами, конечно, меньше. С чем это связано? Связано, наверное, скорее всего с миграцией нашего населения и с уменьшением молодежи, к сожалению. Наргиза Цаава работает в родильном отделении Галлской ЦРБ уже 53 года. 17 из них в прошлом заведующий. За эти годы приняло огромное количество родов и ни одного летального случая. Хотя приходилось принимать и дома во время войны, когда было совсем сложно, и родильное отделение было закрыто, рассказывает Наргиза. Как закончила институт, тогда был институт, не университет, тогда был институт, медицинский институт. Закончила в 1967 году. Во время войны, конечно, здесь трудно очень было. Никого, кроме меня, не было никого. Только один судмедэксперт, это была Лина Александровна Звамбая. И всегда рядом она у меня стояла, помогала она, конечно. Тогда стационар не было, принимала на дому роды. Были осложнения тоже, но смертность не было. Сегодня 18 специалистов родильного отделения, из них 5 врачей-акушер-гинекологов, готовы сделать все, чтобы малыш и мамочка чувствовали себя хорошо, несмотря на разные сложности, которые бывают во время беременности и родов. Но бывало всякое, и каждый раз эти люди в белых халатах спасали жизнь матери и ребенка любой ценой. И, конечно, случайные люди в этой профессии не задерживаются. В родильном отделении оказывают высокополифицированную, при необходимости, специализированную помощь с применением оперативных методов. Анжела Белава, Борис Цасу, Атайя Басария, Батубиблая, КалМедиа. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению ведрами центра, в четверг, 18 января, на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночи плюс 2, 7, днем 9,14. Температура морской воды 11 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин